Мой рассказ будет о геоархеологии. Это направление возникло в нашем институте лет 15-20 назад в связи с использованием геологических методов, минералогических методов для целей археологии. Почему называется Рудная? Потому что наша лаборатория, на базе которой сформировалась это направление, занималась рудами. Рудами меди, золота, цинка, свинца. Поэтому так и прилепилось, грубо говоря, это название для наших работ. В связи с использованием геологических методов и даже минералогических методов и родилось это направление, о котором я расскажу в нашей презентации. Главная задача. Первая задача – это изучение минерально-сырьевой базы, древней металлургии на Урале, поиски древних рудников, поиски древних поселений, древних шлаков, для того, чтобы по ним определить, где происходила добыча тех или иных полезных ископаемых. Вторая задача – это изучение наших находок в шлаков, изучение древних золотых изделий и как финал этой деятельности – определение мест, где происходила добыча руд. Для археологии это очень важная задача, поскольку путь, дистанция от тех поселений, от тех курганов, где археологи находят предмет своих исследований, до конкретных рудников, он скрыт во мгле тысячелетий, так говорят ученые, и вернуться в это время позволяет данные геологических наук. Вот на этой карте показано распределение рудников на территории Казахстана и на прилегающей территории Урала, где показаны различные типы месторождений, показаны различными знаками. Фиолетовым цветом показана фиолетовая зона, о которой у нас был с вами разговор, все геологи, которые работают в склачатых областях, да и не только в склачатых областях, а в рамках всей нашей планеты, знают, что это те области, где происходил вынос глубинного вещества в верхние слои литосферы. А коричневым цветом показаны древние островные дуги, где происходило рудообразование именно такого медного профиля, связанного с главными богатствами, которые имеются на Урале. А главное богатство, как ни крути, это медь и золото. Показано распределение поселений на территории Южного Урала и названо это сообщество «Страной городов». Я не знаю, кто придумал первое это название. Скорее всего, Геннадий Борисович Данович, руководитель археологической службы Челябинского университета. Но это название было... Сначала оно казалось излишним, тем не менее прижилось, и как таковая страна городов, в кавычках, она приземлилась вот на этой территории. Видите, сколько здесь? Около 20 поселений, которые связаны древними тропами. А густота примерно такая, один переход от поселения к поселению с километров 30-40. Последнее время, особенно после посещения Путина, центра Аркаим, та главная изюминка, в которой проводились изучения древней страны городов, возникли большие оправданные, неоправданные, но дискуссии, которые взбудоражили все археологическое сообщество, прав или не прав Данович и его помощники, для того, когда говорят об этой стране. Выехали мы однажды на депрессию, грубо говоря, яму, в которой тотчас обнаружили медные руды и установили, что это депрессия, которую местные жители называли Воровская яма. Древний рудник. Воровская яма, название было связано с тем, что на плоской такой поверхности, немного наклонной рельефа, была возможность прятать скот, который воровали то казахи у башкир, то башкиры у казахов. Вот такое не очень благозвучное название, но яркое, оно закрепилось за этим рудником. Прошли здесь с помощью местных руководителей мы в траншеи выделили нам экскаватор и установили, что на этом руднике полный комплекс не только отвалов, но и тех древних изделий, которые находятся в так называемом культурном слое. Культурный слой – это то, что остается от поселения, по мере его жизни, имеет мощность десятки сантиметров, метры, иногда еще и больше на тех местах, где многие сотни лет живут люди. Но здесь этот культурный слой имеет мощность порядка одного метра, и в нем была обнаружена керамика, которая датировала этот рудник 17 век до нашей эры. Примерно вот такой возраст этого образования. Что здесь добывалось у нас? По каким предметам мы работали? Во-первых, это шлаки. Шлаки имеются на большинстве поселений, количество их невелико, но тем не менее они фиксируют те металлургические усилия, те металлургические действия, которые применялись нашими предками при работе с рудой. Видимо, это были пробные плавки, когда определялось, какое качество, сколько можно получить меди из этой руды. И тогда происходил обмен руды на те товары, которые были нужны местным жителям. Например, скот, зерно и так далее. Вот так выглядят шлаки при большом увеличении. Видите, они пузыристые, в них много, значит, пор, и в нем есть те включения, с которыми мы работаем. Включения – это в основном двух типов. Первый тип – это включение хромшпинолидов. Это хромовые минералы, которые имеют достаточно разнообразный состав, изменяющийся от пространства к пространству, от одного рудника к другому, и по которым можно быть, как путеводную ниточку, показывать, откуда пришли те или иные руды. Второй тип включений – это халькозин, это сульфиды, которые также дают такую нить, и это оказывают совсем другие рудники по сравнению с хромицодержащими. Эти рудники, которые связаны, если первые связаны с зонами, афиолитовыми зонами, то вторые связаны с полеостроводужными структурами Урала. И третье включение, которое нас интересует, это так называемое расплавное включение. Поперечки маленькие, это порядка, самая большая величина – 1,2,3 мм, в которых видно соотношение различных фаз. Фазы участки, обогащенные мышьяком, обогащенные оловом, обогащенные никелем, как раз такие метки и дают возможность определить, что за тип руд был использован в древности. Что мы видим на этом слайде? Общая картина раскопок на одном из поселений Южного Урала и микрофотография шлаков, в которых видны включения хромитов. Вот эти беленькие, маленькие обособления как раз и являются этими хромитами, которые затем нами исследуются. С помощью микрозондов, электронных микроскопов определяется состав этих хромопенелидов, какое в них соотношение хрома, железа, магния и других компонентов. Получили анализы и дальше начинается их обработка. С помощью бинарных или вот таких тройных диаграмм наносятся эти составы из различных поселений. Видите, здесь 6 поселений, которые нанесены на диаграммы и по которым можно судить, какие из них родственники поселения, какие находятся индивидуальные. Вот, например, поселение Синташта, оно отличается от других поселений по характеру хромопенелидов. Второй объект, которым нами пришлось заниматься, да не пришлось, а удалось заниматься, это золото. Почему второй? Потому что сначала нас археологи к золоту не допускали. Дело такое, значит, особое, мы должны были себя зарекомендовать. В общем, шаг за шагом мы себя зарекомендовали и теперь являемся специалистами по изучению состава золотых предметов не только на Урале, но и в других регионах. Работаем мы и на Алтае, и в Туве, и в Болгарии, и в Анагории, на Азовском море. Значит, везде мы котируемся, как специалисты, достаточно профессионально изучающие золото. Чем это греет душу для Урала и для нашего института? Возле нашего института есть золотая долина, долина реки Миас, в котором добывалось рассыпное золото и где был найден самый большой оставшийся в мире самородок золота, большой треугольник, весом 36 килограмм. Значит, и нам хотелось привязать наши эти золотые занятия к чему-то конкретному, с тем, чтобы заинтересовать и местных жителей, и руководство, и области, да и России нашими делами. И мы нашли маленький такой секрет, как определить места, где добывалось золото. Оказалось, что в древних золотых изделиях это гривны, это кольца, это подвески, в общем, в основном то, что представляло интерес для древних женщин, все равно оставались за них женщинами. Мы в них нашли микровключение минералов с группы плотиноидов. Это, в первую очередь, осмий. Осмий – минерал сложный, это в основном комбинация осмия, рутения, иридия, родия и платины в различных пропорциях. А для того, чтобы определить этот состав, мы используем современные методы исследования микрозондовые, регионно-флюоресцентные и прозия. Значит, здесь мы видим наших молодых коллег, которые как раз занимаются поисками этих включений и их изучением. Вот так выглядят препараты, подготовленные из древних золотых изделий. Вот так выглядят препараты, по которым мы определяем соотношение золота и серебра в них. А вот как выглядят эти микровключения осмия в древних золотых изделиях. Маленький фрагмент зерна, размером примерно 30 микрон, взятый вот из этих золотых изделий вверху, которые являются деформированными браслетами. А браслет сделан из бронзы, и золотая фольга только покрывает это изделие. Это также фотография этих предметов, в которых видно включение осмия, в предметах как раз из наиболее богатого на Урале филипповского кургана. Все археологи знают, что это за уникум, который дал десятки килограмм, не ошибусь, золотых изделий для музеев нашей страны. И не только филипповский курган, но я могу перечислить три главных, кроме филипповки. Это курганы Переволочанские в Пашкирии, курган Магнитный возле Магнитогорска и курган Кичигина возле Южноуральска, где было найдено достаточно много золотых изделий. Курганы – интересные объекты. Самые крупные царские курганы в высоту имеют порядка 20 метров, 22 метров. Они сохранились в Украинской степи, как ни странно. В наших краях курганы поменьше, диаметр их порядка 50 метров, высота их 3-5, максимум 9 метров. В восточных краях, это в Туве, я знаю, курганы царские, имеют диаметр примерно 70-80 метров. И по своей строению, по структуре, они отличаются. В одних делались большие гробницы, опускались вниз с уровня поверхности земли на 10-15 метров, и поперечник этой ямы был 5-10 метров. То есть целые большие такие помещения. В этих курганах инвентарь, так называют археологи, то, что добывается из этих, не добывается, а поднимается в этих курганах, распределён неравномерно. Часть их помещена в этих главных гробницах, часть попадает в боковые сооружения, и вот всё, что мне известно по поискам и по исследованию курганов в последнее время, это находят инвентарь именно в боковых сооружениях, в различных кладах, которые были недоступны грабителям. А все курганы, которые видно невооружённым глазом, в степях, они хорошо видны, они все ограблены. В центральной части их курганов имеются ямы, иногда глубокие. И не только в древности были грабители, но и в современное время, начиная, проходит это безжалостное вскрытие кургана с помощью землеройной техники. И вот эти чёрные археологи, так называются эти люди, так мы можем назвать, это как раз криминальные случаи, поскольку всё, что находится в курганах, является принадлежностью государства, в предыдущих музеях, где помещены должны быть эти объекты.